Добрый день, дорогие коллеги! Меня хорошо слышно? Прекрасно слышно. Я очень рад вас всех видеть, очень по всем соскучился. Ну а, собственно говоря, мой доклад посвящен использованию нашего нового радиопаркопрепарата 1КО-дендиокозы для визуализации локачественного образования головного мозга. Я уже неоднократно рассказывал о возможностях таких, но это первый доклад, где мы это будем рассказывать с точки зрения доказательной медицины. Дело в том, что на сегодняшний день мой коллега Роман Владимирович Зельчан закончил свою докторскую диссертацию по использованию 1КО-дендиокозы при заболеваниях, при излокачественных новообразованиях головы шеи. И через неделю ровно не будет апробация. Поэтому, собственно говоря, часть его работы я хочу представить в своем докладе. Итак, я напомню, что этот препарат был создан нам в рамках федерального селевого программа «Формат-2020», и мы его проектировали как некий аналог стоз-дизокси-глюкозы. Однако надо понимать, что в отличие от стоз-дизокси-глюкозы, который является моносфаидом, 1КО-деглюкоза через КО-группы соединяется с технецией, при этом к одному технецию присоединяется 4 глюкозы. Таким образом, это по сути является четросахаридом. Но с точки зрения механизма накопления в опухоли, 1КО-деглюкоза полностью идентична к ФДГ. Она проникает в опухоль с помощью белка-переносчика глют-1, но в отличие от ФДГ не подвергается фоспольрированию, тут нечему фоспольрироваться, не включается, естественно, цикл трепса. И из-за того, что молекула достаточно большая, половина ее остается в цитоплазме, а половину в клеточной мембране. Нам удалось делать одноплаконный яфелизат, который очень просто готовится. Вот в этот плакон, который, казалось бы, пустой, в нем содержится 2,5 миллиграмма 1КО-деглюкозы. Этого хватает, но обычно где-то мы используем на 2-3 человек, мы иногда максимум на 4 пробовали, резко получается с качественными изображениями. Единственное, что особенность этого препарата является то, что он нестерильный. Дело в том, что как бы мы не стерилизовали, получается так, что 1КО-деглюкоза, ну, таким образом, пустится, будем говорить, карамелизируется. И этот препарат необходим перед введением и кровать через бактериальный пин. Ну, а, собственно говоря, как я уже и говорил, препарат, он не является аналогом ФДГ, это абсолютно другой препарат. Это прекрасно видно на физиологическом распределении препарата, то, что препарат не накапливается в головном мозге, то есть, для всего его особенностей. И для того, чтобы оценить, насколько эффективно данный метод можно использовать для визуализации злокачественных образований, мы всего обследовали 70 пациентов, в основном это пациенты из ГРЭЙ-4, это злокачественные опухоли головного мозга. В основном КИ-67 было выше, чем 11%, и в качестве для того, чтобы изучить специфичность, в наше исследование было включено 10 пациентов с доброкачественными, объемными образованиями головного мозга. На первом этапе, естественно, мы определили подмог-химетику радиопантрепарата. Как я уже говорил, препарат в ни в одном случае не накапливался в физиологическом головном мозге, выделялся в основном почками, ну и, соответственно, некое количество появлялось в кишечнике. Были рассчитаны дозовые нагрузки для мужчин и для женщин. Критическими оргами, как и ожидалось, оказались почки, мочевой пузырь, у мужчин яички и тонкий кишечник, у мужчин и женщин. Эффективная доза обучения для женщин составляла 2,85 млзм. Для мужчин 3 млзм. Это из расчета 500 МВК на одного человека. На данном слайде показано накопление препаратов физиологической. Мы не видим какого-либо накопления препаратов в головном мозге. А вот примет анапластической ассетомы. Мы видим, насколько интенсивно накапливается препарат. То есть ГРЭП, РИМ и 67 достаточно высокий, 23. И вот такие показатели чувствительности. На самом деле у нас получилась стопроцентная чувствительность, стопроцентная специфичность на тех пациентах, которых мы посмотрели. Но наши медицинские статистики сказали, что для таких выборов мы должны подсчитывать доверительный интервал 95%. И таким образом, учитывая то, что больных было достаточно много, чувствительность колебалась, мы должны говорить, от 93 до 100%. А специфичность, учитывая то, что мы смотрели всего лишь 10 пациентов с доброкачественной патологией, от 65 до 100. Пример глиобластомы. Это исследование уже было выполнено на новый АПЭК-КТ гамма-камерой. Это совершенно другой мир. Мы получаем совершенно замечательные и красивые изображения. Мы видим, насколько четко накапливается радиопаропрепарат в злокаченном образовании. Обратите внимание, какой высокий уровень опухоль в фоне. Мы к такому опухолю в фоне при АПЭК-исследовании не привыкли. Больше того, вот это вот соотношение опухоль-фон у нас очень четко коррелировало с одной стороны со злокачественным процессом. Мы получили достоверные различия между Грейт-2, Грейт-3, Грейт-4. И, кроме того, мы нашли хорошую корреляцию опухоль-фона с пролитеративным индексом, которая составила нольный смешок. Мы посчитали, провели рок-анализ, и оказалось, что для дифференциации Грейт-2 и Грейт-3 опухоль в фоне составил 4,4%, при чувствительности 100% и специфичности 94,4%. А для дифференциации Грейт-3 и Грейт-4 соотношение опухоли в фонус составило 8,2%. Тоже обратите внимание, какие высокие показатели. При этом чувствительность и специфичность составила 100%. Очень интересные данные мы получили сравнив пациентов, которые продолжают динамическое наблюдение, и группу пациентов, которые, к сожалению, скончались на настоящий момент. Вот для этих пациентов граница опухоли в фонус составила почти 10. Опять же, при чувствительности спецличности 100%. На данном слайде я хотел показать, как этот метод можно использовать для динамического наблюдения за злокачественными образованиями. Вот этот пример глиобластомы. Состояние после хирургического лечения мы видим остаточную опухоль. После химиотерапии метаболизм ее уменьшается, и через 6 месяцев мы наблюдаем рецидив после лечения. Опухоль фон подскакивает до 10 лет. И, соответственно, еще один пример, когда после комбинированного лечения мы практически не видим накопления. Опухоль фон составила всего лишь 1,8,2. А вот спустя 6 месяцев уже опухоль фон проскочила до 8,83. Вот мы видим очень четкую опумуляцию радиофонтрепарата в рецидиве. Не очень большое количество нам удалось сравнить с Т-11-метианином. Во всех случаях мы видели полное совпадение изображений. И с тонэтилкерозином также у нас тоже пока небольшое количество, к сожалению, ближайшая возможность проведения тонэтилкерозина сейчас у нас на восемьдесятах. Но здесь тоже получилось полное совпадение. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел рассказать об этом методе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok